Здарова! Добро пожаловать на канал This is Party! У микрофона, как всегда, я Владимир Спартак, и в этом видео речь пойдет об играх январской раздачи в PlayStation Plus Essential. В этом месяце туда завезли занятные проекты, в которые мне поиграть не доводилось. Скачал интереса ради, потратил на них выходной, и сейчас поделюсь своими небольшими впечатлениями. Ну, поехали! Первым делом включил Evil West. Это игра категории B про вампиров на Диком Западе. Да, сеттинг непопулярный, а того и запустил ее в первую очередь. Итак, по сюжету вампиры и вурдалаки приготовились к атаке на американскую демократию, но сверхсекретные агенты с нашим героем во главе им противостоят. Наш альтер-эго бьет все, что движется, а что не движется, расшевеливает и дает пинка под зад. Игрушка прикольная, но многого от нее не ждите. Управление персонажа малость деревянная, боевая система простоватая, и механика стрельбы точно такая же. Есть прокачка персонажа, у героя открываются разные умения, и некоторые из них даже прикольные. Во время игры на экране происходит буйство красок, разные вспышки, взрывы, короче говоря, страшный сон эпилептика. Поиграл в эту игру полтора часа и утомился от ее однотипности. Может быть она раскрывается со временем и нужно в нее поиграть подольше, но если ты полтора часа бьешь рожи мобом, потом боссом и все это под унулую подачу, начинаешь задумываться, правильно ли ты тратишь свое свободное время. Хотя по большому счету она неплохая, и если после тяжелого рабочего дня хочешь повтыкать нечто незатейливое, то эта игра то, что нужно. Да и не всегда же играть в ААА проекты. There are bigger things that work here, than running around in caves, slaying beasts. Nobody saves the world. Ролевая игра с прикольной рисовкой, юмором и клевой музыкой. По сюжету главный герой по имени Никто, да, имя очень красивое, обзавелся волшебной палочкой Настромагуса. Настромагус, если что, это местный волшебник, который внезапно пропал, и главгерой отправился на его поиски. Это все, что нужно знать о сюжете. К нему я могу добавить, что по ходу дела нам попадутся разные забавные персонажи. С прикольными, а порой тупыми диалогами. Наш герой сам по себе ничего не может, но с помощью волшебной палочки способен перевоплощаться в разных существ. Например, в рыцаря, лучницу, мышку, слизня и так далее. У каждого класса свои способности, особенности, активные и пассивные навыки. К примеру, рыцарь в любую толпу врагов может отлично покрошить, как морковку на салат, но он большой и нерасторопный. А вот мышандра своими укусами отравляет врагам жизнь и может пролезть там, где остальным не позволят габариты. Чем дольше мы играем определенным классом, тем больше он прокачивается, что вполне логично. Подземелья здесь процедурно генерируются, и их можно проходить по-разному, пока не надоест. А нужно все это делать для опыта и денег. Игровой мир поделен на небольшие локации, где можно найти интересные места, секреты, да и полазить в нем просто интересно. А если одному играть наскучить, то в нее можно зависнуть вдвоем на одном экране. Изначально я думал, что пройду мимо этой игры, так как в подобное практически не играю. Но игрушка выглядит приятно, музыка хорошая, и в совокупности все это дело затянуло меня на 3 часа, и я еле оторвался, что для меня нетипично. Потому что в последнее время максимум я играю час-полтора, и мне этого за глаза хватает. Так что как-то так. А сегодня у нас в центре внимания покупка игр в PlayStation Store. Если хотите выгодно покупать игры, подписки, или донат на свой турецкий аккаунт в PlayStation, обращайтесь в GreenFox Games. Актуальный курс, вероятно, самый низкий на рынке. Любую игру вы сможете купить дешевле, чем в других аналогичных магазинах. Достаточно просто сравнить цены. Ссылка на магазин в описании. Ну ты даешь. Когда я поиграл в A Plague Tale Requiem, я понял, что зря пропустил эту дилогию. Хотя мне многие ее советовали и говорили, что это игра по типу первого The Last of Us, но в лучшем его проявлении. А первую часть Ластухи я очень люблю. В общем, в этой игре я провел 4 часа, и за это время проект заинтересовал своим сюжетом, постановкой и персонажами. Игра начинается на спокойных щахах, главгерой играет в прятки, гуляют, радуются, игрок в это время проходит обучение, нам показывают красивые пейзажи, но в один миг начинаются... Мясо, матюки, убийства и голые сиски. Нет, тему сисек тут не раскрывали. Но пока что. Это игра контрастов. В какой-то момент ты бегаешь по ярмарке, радуешься празднику, веселишься, и через пару минут оказываешься по уши в дерьме среди горы трупов. Да, атмосфера здесь местами напрягает. По игровому процессу и подаче игра действительно напоминает первую ластуху. Тут есть крутые постановочные моменты, после которых охлаждаешь свой пыл прогулкой по какой-нибудь локации. Следишь за сюжетом, а он в любой момент может бросить в лютый замес. Короче говоря, игра не дает заскучать, и по первым впечатлениям это классное динамическое приключение, которое я определенно буду проходить. И попробую найти первую и вторую часть на диске, потому что проекты такого качества нужно держать в коллекции. А еще у игры классная графика. Я играю на пресете качества, да я забил на 60 фпс, потому что если включить режим производительность, графон будет ну такой себе. Мда, видимо я зажрался. Это вам не это. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Ролик получился таким вот незатейливым, потому что изначально он должен был быть шорсом, но каким-то образом перерос в полноценное видео. Январьская раздача явно удалась, и надеюсь, что следующие не подкачают. Хотя, по-любому, Sony дерьмица нам еще накидает, но будем надеяться на лучшее. Все это время у микрофона был я, Владимир Спартак, или просто Спарти. Спасибо за внимание, и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин